Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, так же, как и к предложениям заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев, он выполняет их волю и руками украинцев Запад с нами воюет. Так вот, судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Путин публично опозорился. Российский диктатор, который ранее уверенно диктовал Украине условия для переговоров, теперь резко сменил тон. Почему-то. Он считает, что Украина отказалась от его ультиматума не потому, что он идиотский и содержит неприемлемые тезисы, как вот, например, добровольная сдача нескольких областей страны, а потому что, видите ли, мы хотели улучшить свою переговорную позицию курской операцией. В украинском МЗС четко сказали, что цель ВСУ в Курской области это не оккупация, не чтобы забрать себе эти территории, зачем они нам нужны, у нас и своего хватает. Нам нужно создать санитарную зону, поскольку именно с этих регионов, с приграничья, враг ежедневно обстреливает и обстреливал наши города и села. На переговорный процесс это все уже повлияло, сам факт даже этой операции, потому что весь мир увидел то, насколько жалкое это существо под названием Путин и то, как у него на самом деле граница на замке. Он там предлагал добровольно нам сдать четыре области, а вышло так, что он сам сейчас добровольно сдает свои регионы, которые за него же и голосовали. Почему добровольно? Потому что он ничего не делает, сидит в бункере и периодически, очень редко, что-то оттуда вещает. А теперь наберите воздуха перед тем, как услышите следующее. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить? Коротко и ясно. Действительно, о чем вообще можно говорить с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо создают угрозы объектам ядерной энергетики? Да правильно, не о чем-то говорить. И что примечательно, Путин пробормотал вот это вот все слово в слово заявлением Украины. Он просто это все повторил и зеркально обвинил Киев во всем. Дескать, из-за режима Зеленского он не будет говорить с Украиной. Не потому, что он стал посмешищем для всего мира. И как трусливое создание не хочет уже учитывать реалии на земле, на поле боя в переговорном процессе. Все это потому, что злая Украина. Плевать оно хотело на то, что это именно оно начало войну. Это именно оно делало и делает все то, о чем он сам говорил выше. Путин, просто чтобы вы понимали, вот потерял правитель какой-нибудь тысячу квадратных километров своей страны. А даже не тысячу квадратных, просто пять квадратных километров своей страны. Что бы делал любой правитель в таком случае? Да хоть бы что-то. Путин вместо того, чтобы беспокоиться о потере контроля над территорией России, принял у себя президента Палестины и заговорил про помощь в регулировке войны на Ближнем Востоке. Постоянно мы всегда чувствуем тепло наших отношений с Российской Федерацией. И мы чувствуем большое внимание и значение, которое придают наши друзья и братья в России к нашей проблеме. Позорище, ну просто ж позорище. А как прокомментировал потерю российских территорий действующий министр обороны Белоусов? Где он вообще? Куда пропал? Он не пропал, друзья мои. Он очень занят. Он выступает на выставке «Армия-2024». Куда ему тут беды и проблемы каких-то россиян в Курской области? Товарищи, дорогие друзья, приветствую вас на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2024». Как вы знаете, сегодняшнее мероприятие проходит в период проведения специальной военной операции. По сути, это вооруженное противостояние России и коллективного Запада. О да, именно этот проклятый Запад не давал и не дает России укрепить свои границы и построить там линию оборону. Да, на эти линии обороны были потрачены миллиарды. Да, боевые действия идут на более чем тысячи квадратных километров Курской области. И сотни тысяч россиян бежали из этого региона. Но ничего. Товарищи, дорогие друзья, объединяемся против коллективного Запада. Россия надежный союзник. Мне надо кажется, что каждое слово представителей Кремля в той ситуации, в которой они оказались, все это делает им только хуже. Может, поэтому Путин выбрал молчать и вообще ничего не делать? Знаете, а террорист Пригожин еще год назад предсказал то, на что может пойти этот сумасшедший. И сейчас его слова как никогда актуальны. В Белгородской области враг медленно продвигается в сторону России. Куда мы можем кинуть ядрена-бомбу? Я думаю, что у них в мозгах сейчас свербит одна преступная идея. Если мы кинем ядрена-бомбу по иностранному государству, то к нам накидают точно таких же. Конечно, по ним не накидают. Есть такая шутка в войсках о том, что сейчас два самых безопасных места в стране. Это штаб в Ростове, там, где НГШ, и штаб на Фрунзенской, где Шойгу. Потому что враги никогда не нанесут туда ударов. Потому что это два святых места. Потому что если двух человек уничтожить, то может оказаться, что мы войну в итоге выиграли. Так вот, я боюсь, как бы у них не было паскудной мысли, ядреную-бомбочку-то на свою территорию кинуть. И не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой кидать страшно, а по своей кинем, покажем, какие мы красавчики психически больные. Глядишь, ВСУ будет стоять в какой-нибудь деревеньке, а мы там типа тактическим ядерным оружием. С большим вопросом, если оно будет нормально работать, глядя на то, в каком виде они все остальное держат. На фоне операции ВСУ в Курской области в эфире Первого канала прозвучало заявление об угрозе ударов по Крымскому мосту и перерезание сухопутного коридора в Крым. Все точно по плану? Или что-то пошло не так? В конце августа, в начале сентября, я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Не исключено, что это будет на юге. Опять же будут пытаться перерезать сухопутный коридор Крыму. Возможно, часть этого наступления в том числе уйдет в сторону Запорожской атомной электростанции, потому что перекрытие сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом самолета Ф-16 по Крымскому мосту, это вот тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. Они будут стремиться к этому. И сейчас Курская область должна вытянуть на себя часть наших резервов, которых еще нет на фронте, которые мы не сможем потом резко перебросить на Запорожскую или Херсонскую область. Телеграм-паблики разнесли этот кусочек видео и поговаривают, что в окружении Сергея Аксенова, это крымский гауляйтер, действительно считают, что угроза вторжения ВСУ в ближайшие месяцы в Крым есть. Но они убеждают, что ко всему готовятся, чтобы на полуострове не повторилась Курская область. Поверьте, там Курская область и не повторится. Украинское командование придумает что-то другое, еще более оригинальное. Вот вам короткий этюд на тему того, чем на самом деле занимается министр Белоусов в то время, как ВСУ продвинулись в Курской области, из-за чего там в принудительном порядке эвакуируют новый райцентр. Белоусов встречается с министром обороны Буркина Фасо. Напомню, это страна в Западной Африке, где было в 1922 году два переворота, а сейчас власть захвачена повстанцами. И вот этот экономист-оборонец, вместо того, чтобы поехать посмотреть, что же там на самом деле происходит в этой Курской народной республике, решает просто пообщаться с Буркина Фасо. Хотя, знаете, Путин обеспокоен судьбой Палестины, Белоусов обеспокоен отношениями с африканскими повстанцами. Похоже, именно так и должна выглядеть власть, которая печется о своем народе. Ну вот, что может быть важнее для Путина, чем Буркина Фасо, правда? Разве что только Вьетнам, Мьянма, Лаос, Мали и Царь, с которыми Белоусов тоже встречался. И это российская Седовласка. После многочисленных встреч с передовыми странами у себя там на форуме «Армия 2024», наверное, воодушевился этим всем и решил, что пора. Пора бы и мне, наверное, что-то сказать про Курск и про ситуацию на приграничье. Но сказал он так, что лучше бы молчал. Послушайте. Сегодня проводим очередное совещание по обеспечению территориальной целостности, защите населения и инфраструктуры приграничных субъектов Российской Федерации. В рамках этой встречи сегодня сфокусируемся на Белгородской области. Планируется заслушать план конкретных действий, который подготовлен Генеральным штабом по дополнительным мерам. Речь идет, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, о выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач. Специально не прерывал его заявление, чтобы у вас была возможность самим посчитать, сколько было раз упомянута сложная ситуация в Курской области. Целых ноль. Ноль. Весь фокус внимания кремлевской верхушки сейчас очень сильно сместился с Курска на Белгород, как вы могли это заметить. И все это небезосновательно. Смотрите, какие две вещи из этого всего выплывают. Курская область прорвана. Более тысячи квадратных километров, более 70 населенных пунктов уже не контролируется Россией. Путин понимает, что тут и сейчас сделать с этим он ничего не может. Банально, потому что некем отбивать эти территории. У него есть срочники, калининградские войска, часть он перекинул с Харьковского направления. Но этого всего крайне мало для того, чтобы стабилизировать ситуацию на такой линии фронта. И при этом не потерять кардинально свои позиции на фронте в Украине. Вот поэтому Кремль сейчас и делает акцент туда, где подобная фатальная ситуация еще не случилась. Но, вероятно, вот-вот случится. Путинская пропаганда вообще предлагает не фокусироваться на том, вот оккупированы ли российские города или села, или не оккупированы. Потому что, по их мнению, видите ли, это все не так важно. Во-первых, ложь про 74 населенных пункта. Люди сейчас спросят, а сколько? Я скажу, это вообще сейчас не имеет никакого значения. Это не значит, что населенный пункт захвачен. Но это же не означает совершенно ничего для нас, что мы можем говорить, что населенный пункт контролируется нами. Мне кажется, важно перефокусироваться. Это как раз не та тема, над которой следует рассуждать. Наш не наш населенный пункт. Да-да, абсолютно все равно. Наш, не наш населенный пункт в России. Абсолютно. Но черт возьми, как же важно, наш или не наш населенный пункт на территории Украины. Коротко и ясно про приоритеты Путина и его пропагандистов. Путина и его пропагандистов. Полиции не сдали. Они просто сами сдались в плен к ВСУ. Для Украины это прекрасное пополнение обменного фонда. И Кремлю действительно придется считаться с этим. Потому что сам факт того, что срочники массово оказались в плену ВСУ, подняли большую волну возмущения на России. Там мамашки справедливо спрашивают у Путина. Когда наши мальчики вернутся домой. Только вот диктатор этого всего явно не слышит. Он глубоко обеспокоен проблемами Палестины. Я Плесоцкая Светлана Ивановна. Мать рядового войсковой части 12721-488-го мадострелкового полка. Я прошу все наши власти, я прошу Министерство обороны отвезти всех срочников из зоны боевых действий. Я вас умоляю, сделайте все возможное, чтобы освободить моего сына и всех срочников из плена. Не убивайте наших детей, верните их нам. В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И это еще раз демонстрирует то, что на самом деле стоит обещание российского диктатора. Наша страна не то, что на грани беды или уже прямо около нее. Наша страна уже в беде. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России. Вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом. А какая-то третеразрядная страна. Корабли, которые могут выпивать как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более двух лет назад. А частично на те, которые мы отступили уже два с лишним года. Люди, население вымирает, нищает, спивает, совсем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый президент. Великий Путин. Этот персонаж, который до боли напоминает Иосифа Пригожина, Георгий Закревский. Он некий собственник небольшой ЧВК-паладин. Так вот, Жора записал видео, на котором раскритиковал Путина за провал СВО, за развал армии. И открыто призвал к свержению власти. Георгий возлагает вину за все провалы на фронте, внутренние проблемы России, на власть. И лично на Путина. Возможности у Закревского, конечно, не Пригожинские. Судя по их официальному сайту, численность этой ЧВК более 257 человек. Но кто знает, на что они действительно способны. Еще, обращаясь к тем, кто находится на линии боя и столкновения, на тем, кто в окопах. Вы прекрасно знаете, какое непотребство творится сейчас там. Как в относительно военных действиях, непосредственно, с профессиональной и общей точки зрения, так и с точки зрения командования. Вы прекрасно знаете те рожи, которые издеваются над вами и над вашими родственниками. Те гладкие штабные физиономии, которые приезжают на три часа в зону боевых действий, чтобы получить корочки участника боевых действий. Которые получают по три ордена мужества, не участвуя в боях, а то и теряя подразделение. Также я обращаюсь к правоохранителям. Вам пришла пора определиться, кто вы. Правоохранители и защитники народа, либо жандармы режима. Точка невозврата уже пройдена. В любом случае, будет очень трудно. Но чем дольше это будет продолжаться, тем все будет хуже. Этот Закревский пообещал, что после госпереворота отменит все законы, принятые в стране в последние годы. Также выдворит всех мигрантов и аннулирует их российские паспорта. Закревский говорит, что планирует восстановить экономику России и, конечно, вернуть Украину. Честно, про существование такого персонажа я даже не знал. И информации про него немного в свободном доступе. Но, что примечательно, Закревский в принципе был не публичной фигурой. Но сейчас явно решил косплей другого известного владельца ЧВК. И зашел сразу с козырей. Посмотрим, что оно там будет дальше. Может, хоть этот дойдет до Москвы, которую, к слову, уже Путин готовится оборонять. В Москве усилены меры безопасности. В первом и втором спецполках, а также в Росгвардии сделаны ежедневные резервы из числа сотрудников. По данным базы, в Москве ведется постоянный мониторинг угроз. В том числе, по вероятным проникновениям диверсионных групп в Москву и Московскую область. По словам источников, полицейские предупреждены о возможных попытках завладеть их оружием. Другой телеграм-канал Сота также пишет, что подобное усиление подтверждается. И что, в частности, на въезде в Москву, на Дмитровском шоссе, задействованы меры, аналогичные тем, что были после инцидента в Крокусе. То есть, часть дороги перегоражена КАМАЗом, за ним находятся силовики. Это как обычные дорожные полицейские, так и одно из спецподразделений. Все еще они утверждают, что ожидают проникновения в столицу украинских ДРГ. Не знаю, каким образом, учитывая, что от линии фронта в Курской области до Москвы не одна сотня километров, но все же. У меня есть предположение, откуда ж тут растут ноги. Дело в том, что на днях депутат Госдумы Гурулев в эфире у Соловьева сказал, что от Льгова в Курской области до Москвы он проехал беспрепятственно на своей машине и с оружием. Дескать, его по пути никто не останавливал и не проверял. Может, конечно, эти силовики думают, что Гурулев там привез с собой еще каких-то диверсантов. Я не знаю, от генерала опохмела чего угодно можно ждать. Но все же тревожно, тревожно, господа. А ведь еще в июне Путин, напомню, грозно стукал по столу и говорил про ультиматум Украине. А сейчас он Москву защищать готовится. Кстати, про это. Посмотрите, что заместитель Небензи учудил. Я хочу вновь напомнить вам о горькой реальности. В июне моя страна выступила с очень щедрым переговорным предложением в адресу Украины, учитывая отчаянное ее положение на линии фронта. Неделю назад прозвучал ответ. Режим Зеленского выбрал эскалацию и войну, совершив выпад в отношении Курской области. И этот шаг, о котором Украина горько пожалеет позже. Но выбор был сделан. Ну как вам? То есть теперь официально. Июньские бредни, то есть предложения, когда Путин предлагал щедро отказаться Украине от Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и еще отступления в НАТО, они уже больше не актуальны. Потому что, видите ли, Россия обиделась из-за того, что украинские войска вошли в Курскую область. Ну окей, на обиженных воду возят. Или как там у россиян говорят. У русской армии как раз большие проблемы с водой. Может хоть так удастся ее решить. Теперь-то просто уже Россия в отчаянной ситуации на фронте. К слову, как вы думаете, почему Путин до сих пор не поехал в Курскую область, чтобы там показать единение с народом? Он же говорит, что он с Россией один народ. И народ у них там все решает. Вот вам варианты ответов. А. Не царское это дело. Б. Путин скоро приедет и закроет там всех грудью. В. У него неприятная ассоциация с Курском. Она утонула. И. Г. У него просто нет визы еще Курской народной республики. Ваши ответы пишите в комментариях. А мы двигаемся дальше. Мы сейчас видим, как они передислоцируют свои войска из Калининграда до Курска. И я говорю литовскому народу. Посмотрите, как украинцы за вас борются. Из-за этой борьбы им приходится выводить свои войска. И мы даже называем это демилитаризацией Калининграда. Это происходит благодаря отваге ваших военных, благодаря вашим решениям. И мне кажется, что вы подняли мораль не только вашему народу и вооруженным силам, но и нашему обществу. Ведь теперь люди думают, как можно еще больше поддержать вас. Ведь вы показали, что можете достигать очень важных вещей. И это действительно очень хороший ход. И абсолютно новая страница. То есть, бункерный стратег не нашел ничего лучше, чем вывести часть своих войск аж с Калининграда. Это, на секундочку, более 1300 километров расстояния. Ну, чтобы оттуда перекинуть их на фронт в Курскую область. Вы просто представляете себе, как кадровые войска, которые все эти годы усиленно обороняли Калининград, попадут на реальное поле боя. Что они там будут делать? Ну, разве что пополнять статистику двухсотых и трехсотых. Путин вообще допустил большую ошибку в этой реакции на операцию ВСУ в Курской области. Он должен был принять логичное решение о перекидывании сил с востока Украины для защиты собственной территории Курской области. Но диктатор решил иначе. Он решил и продолжать наступление на Донбассе, и одновременно с этим проводить антитеррористическую операцию у себя там в регионе. Более того, он де-факто создал два центра принятия решений, конфликт между которыми неизбежен. Еще возникает вопрос, тоже логичный. Кем Путин будет защищать Курскую область дальше? Ну, окей. Кинул он сейчас срочников. Они, кто сдался в плен ВСУ, кто уже лежит в земле сырой. Что дальше? Закончатся калининградские, так или иначе. Но вопрос о проведении новой волны мобилизации, открытой, возникнет очень остро. И возникнет он в ближайший месяц, и все к этому идет. А россияне не то чтобы хотели вообще идти воевать массово, как говорит про это тот же Соловьев. Учитывая настроение, и в частности наличие таких персонажей, как вот Закревский, про которого говорили в начале, и увеличение антипутинской риторики, ну, неизвестно, к чему приведет решение диктатора провести еще одну открытую волну мобилизации. А еще учтите, ВСУ продолжают бить дронами по российским военным объектам, и в частности по аэродромах. То есть, россияне, обычные россияне, они живут в постоянных условиях такой неопределенности, и в условиях периодических обстрелов. Все это тоже, знаете, не сильно играет на руку Путину. Люди, конечно, взволнованы. Будешь тут, если почитать там все, что пишут СМИ. Да, да мало того, у нас же грохотится, слышно. Ну, я туда приехал, и обратно, причем с оружием. Меня никто нигде не остановил. Вот он, линия фронта, я спокойно приехал, прошел по городу, забрал там стариков, посадил машину, уехал обратно. Никого нету, до Москвы дошел никого. Вчера еду с Нижнего Новгорода, подъезжаю к дому, палкой машут. Как у вас дела? Да. Нормально дела. Вот туда бы всех, честно говоря. Ну, слава богу, в режим КТО. Причем по режиму КТО старший начальник, это начальник УФСБ местного. Вспомним нашу практику, наконец-то блокпостов, как это было в Чечне, проверок, проходов, всего остального. Надо перекрыть, изолировать зону боевых действий. Депутат Госдуры Гурулев в эфире у Соловьева рассказал про оборону Курской области. Давайте подумаем, как бы выглядела зона боевых действий где-то не в России, где власть беспокоится о своих гражданах, да и о безопасности вообще. Как минимум, там были бы блокпосты, предупреждающие знаки, была бы усиленная защита, был бы досмотр транспортных средств на въезде и выезде из этой зоны. Как это все выглядит сейчас в России? Проходной двор. И это просто синоним словосочетания рай для ДРГ. Где полиция, где военная. Ну, наверное, где-то рядом с кадыровцами. Потому что под видом беженцев, уезжалок, вот сейчас садись любой там на наши машины с российскими номерами, уезжай спокойно до Москвы, захватывай любой торговый центр, театр, что хочешь делай. Свободная дорога. Камеры есть. Камеры что вычислят? Ну, это ж правда. Сначала один российский корреспондент сливает место расположения колонны военной техники. Теперь депутат Госдумы говорит про открытую дорогу на Москву. Меня терзают смутные сомнения. Может, они просто все уже устали жить под Путиным и хотят освобождения? Ничего. Не переживайте. Сначала Дарьина. Отходи. Отходи, отходи. Доброслава. Духан. Потом Свердликова. А там-то вы и гляди, уже Москва будет свободной. А вообще, интересно получается. 11 августа исполнилось ровно 900 дней с начала так называемой специальной военной операции. Каких результатов добился Путин? Давайте-ка подумаем. Вместо обещанного Киева за три дня российские войска уже неделю безуспешно пытаются вытеснить зеленых человечков с территории Курской области, Белгородчины. А в Брянской области объявлен режим контртеррористической операции. Хочется спросить, что с лицом Путин, такого великого стратега, еще точно поискать надо? К сожалению, Курское направление теперь тоже часть боевых действий. За два с половиной года там не вырыто укрепление. Все по телевизору говорили, по границе на замке мы пирамидки поставили противотанковые. Это какая-то комедия. В Брянской области там стояли, срочники. Ну хорошо, они стояли, они что-то выкопали там, не знаю, заминировали. Очевидно, что нет. Почему так произошло, я не понимаю. То есть это преступная халатность. Слушай, вот то, что ты им говоришь, для меня болезненно. Мне хочется верить, что есть какой-то хитрый план. Но ты видел хоть одно успешное завершение, хоть единственного какого-нибудь примера хитрого плана, который сработал, начиная с 2013 года. Примерно где-то такие настроения сейчас среди зет-патриотов, пропагандистов и других тех, кто по каким-то причинам верил Путину и в его режим. Смотря на все это, смотря на то, как развивается путинское СВО, куда идет режим Путина, его товарищ Лукашенко явно решил свалить с этой подводной лодки. На днях он сказал. Лично начинаю говорить всем вам. Вы должны привыкать к тому, я вас избаловал немножко, что президент будет другой. Нет, я не говорю, завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Ну, всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы. 30 годов мы уже привыкли к вам и поздравляем с 30-летием. В этом вся беда. 30 годов, да, поздравляем. В этом вся беда. Смотрите, молодые люди растут, готовим. Опыт совершенно не переняли. Да, я согласен. Вы не переняли опыт. Я знаю, прежде чем уйти, ты должен оставить... Спасибо, что уйдет. Вот уйду, и когда вы будете меня вспоминать, я тут где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что, ну, хуже не стало. Парламент Беларуси внес на обсуждение закон о неприкосновенности бывшего президента и его семьи после ухода с должности. Нарушившим этот закон грозит до 8 лет тюрьмы. Оскорблять бывшего президента и членов его семьи тоже будет нельзя. Насилие либо угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении президента Республики Беларусь, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности, либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. Помимо этого, Лукашенко предложил ввести ответственность за клевету и оскорбление бывшего президента Беларуси и членов его семьи. То есть он уже готовит почву к тому, чтобы в любой момент, когда ситуация основательно припечет, сказать «Ой, что-то я совсем больной стал. Пойду-ка с поста президента, на который я сам себя назначил. Не вывожу вот это вот ваше все. Пусть молодые разгребают ту кучу, которую я навалил, ой, навалил, нагородил». С момента, когда Путин начал терять территорию Российской Федерации, Лукашенко уже дважды изменял риторику. Сначала он там рассказал про продвижение зеленых человечков на 30-35 километров. Говорил «Кошмар!». Потом он сказал, что вообще-то и на его территорию эта злая Украина провокации делает. Была сказка, помните, про то, что будто бы что-то где-то к нему залетело. Доказательств, что, куда, зачем, не было. Потом он говорил. «По поводу войны, не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Ну вот попробовали там натопыриться, мы в ответ. Они ушли, мы ушли. То есть мы реагируем, у нас есть сегодня чем ответить. Они не дураки, они тоже это понимают. Они знают, что батька батькой, а шарахнуть может». Ну то есть, если что, он как-то будет пробовать уйти от ответственности. Конечно, у него ничего не получится. Мы это с вами прекрасно понимаем. И он, к слову, понимает, что сейчас в Белоруссии уровень его поддержки крайне низкий. Белорусы его сами вынесут, когда придет момент. Я в этом не сомневаюсь. Особенно, если у Лукашенко не будет поддержки со стороны Путина. Третий момент. А что теперь делать Путину? То, что Беларусь находится в центре внимания геостратегических интересов нашей планеты, мы знаем об этом давно. Это одна из причин, в том числе, нарастания напряжения и напряженности у наших границ. Плюс к тому, мы также это давно видим за пределами нашей страны, из числа особенно беглых наших, которые покинули. В Беларуси формируются разного рода хоругвии и, как они громко называют, полки. Целые корпуса для того, чтобы вторгнуться в определенный период времени в Беларусь и взять власть и повернуть страну вспять. После нашумевшего интервью, в котором Лукашенко фактически сказал, что Курская область – это не часть союзного государства, также призвал Путина к переговорам и сказал, что Запад пока не собирается на него нападать, потому что, видите ли, они показали им 20 БТГ, вероятно, после всего этого самопровозглашенный президент Беларуси получил по шапке от кремлевских товарищей. Потому что сегодня ситуация уже кардинально изменилась. Теперь Батька видит то, что Запад таки собирается на него напасть. Просто ждет для этого подходящего момента. Но силы уже готовы. Ну, как мне министр всегда докладывает, и госсекретарь, председатель КГБ, мы готовы, полностью готовы, чтобы противодействовать любым угрозам, которые существуют против Беларуси. Я так понимаю, для отражения вероятных пакостей, я не хочу сказать, нападений, ударов, пакостей в отношении Беларуси у нас есть все. И после этого его чиновники сказали, сейчас процитирую, сейчас высока вероятность вооруженных провокаций Беларуси со стороны Украины. У них про это сказал министр обороны страны Виктор Хренин. Ну, если Хренин, то ерунды он не скажет явно, это понятно. Просто интересно вот что. Лукашенко озвучил свои договоренности с Путиным. Он сказал, что если иностранный контингент окажется у него на земле, то батька обратится в Кремль за помощью, но первый удар он примет на себя, а потом уже Россия должна помочь. У меня есть подозрение, что после его противоречивого заявления про Курскую область, в Минск могли позвонить откуда-то там с Москвы и сказать, Саша, слушай, у нас тут Курская область потеряна, а где там твоя помощь по договоренностям союзного государства нету? Ну тогда и на нас не рассчитывай. Ну потому что сегодня звучит уже привычная нам риторика про угрозу со стороны Запада, чтобы Путин не подумал вдруг, что Лукашенко расслабился или еще что-то. Он просто, понимаете, не может сейчас помочь Путину, потому что готовится к нападению со стороны НАТО, которая на него нападать не собирается. Все логично. Лукашенко обвинили в предательстве и в том, что он пошел против Путина. Так отреагировали несколько наших источников. В Кремле и Минобороны. На новый призыв белорусского президента к мирным переговорам по украинскому кризису. На нашу территорию вторглись, нацисты захватывают российский регион, а он умничает и к миру призывает. Владимир Владимирович прямо заявляет, что с киевским режимом ни о чем говорить, а этот идет против нас и к каким-то переговорам призывает. Это настоящее предательство. С раздражением сказал один из собеседников. По мнению другого, Лукашенко вместо того, чтобы атаковать Украину и помочь России, занимается словоблудием и пытается избежать участия в конфликте. «Мы все помним, как он войска отводил от границ Украины. Мы ему ничего не забудем», — заверил источник среди военных. Источник сам по себе сомнительный. Факт. Однако, этот тезис не лишен логики. Пишут, к слову, что собеседники в окружении Лукашенко отказались комментировать эти слова, но пообещали все это проанализировать. У меня вопрос возникает следующий. Если Лукашенко говорит про мир фактически ценой территории Путина, значит, он имеет основания полагать, что Кремль может его послушать. Более того, если я вам скажу, что Кремль уже может рассматривать этот вариант и, на всякий случай, уже сейчас, готовит россиян к подобному исходу событий. Как нам успокоиться? Ну, постараться смотреть цинично, хотя это безумно тяжело, поменьше эмоций, посмотреть на карту, на карту России желательно, и сопоставить с картой огромной России вот эти потерянные территории. Это очень важно. Да, эвакуировать надо со всего приграничья, со всего. Готовиться к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями, дай бог, без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. Ну, как вам такая гойда? Ничего не напоминает? Хочу заметить, что это не первый раз Путин использует такой подход, чтобы продать сложные решения своему населению, как что-то незначительное. Помните, в 22-м году, когда этот фанат Рюриковичи объявил мобилизацию у себя в стране, то Кремль почти сразу тогда проплатил популярных российских блогеров, которые рассказывали про эту мобилизацию на пачках желейных мишек или мармеладных. Дескать, пачка мишек — это вся Россия. 300 тысяч людей — это всего один мишка. Никто ничего не заметит. Что звучит сейчас? Посмотрите на карту большой-большой России и найдите там какую-то небольшую Курскую область. Подумаешь, что там этого кусочка территории. Никто тоже ничего не заметит. Ну и Белгородскую область туда тоже напишите оптом, чтобы потом дважды не вычеркивать. А что люди? А люди это все послушают и как стадо скажут. Ну да, действительно. А что там того Курска, Курской области, Белгородской области? На фоне этого всего местные рассказали про ужасы путинской СВО на территории России. Теткина? Там страшно. Там все. Мы даже не знаем, что там и делается. Там все снесли с лица земли. Там все страшный суд. Там страшный суд. Коры, чтобы неделю жили в Корыже. Неделю жили в Корыже, женщины в одной. Никто там никаких гуманитарных помощей, никто нам заявлений не писал. Мы ничего не знаем. Живем там в Корыже. Вот и все. Да, Путин тоже не в курсах, что там с Теткина происходит. Просто на федеральных каналах продолжают говорить, что там в принципе все под контролем. Ну да, территориями возможно придется пожертвовать, но это все будет контролируемое пожертвование. Даже у Соловьева заговорили про то, что Россия может проиграть. И что с такими ляпами, как вот ситуация в Курской области, и победоносными кличами, и подходом таким к войне, Россия сейчас делает себе только хуже. Мы должны исходить из того, что мы можем проиграть. Если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. Слушайте, сегодня уже такая ситуация, что надо говорить откровенно. Просто я считаю, что ситуация такова, когда уже не надо все время говорить, что все у нас хорошо. Нет у нас много чего нехорошо. Понимаете? И в информационной это мы все время показываем украинцев, которые не хотят воевать. И все время общие... Ну вот видите, они воевать не хотят. А при этом мы видим, воюют. И видимо мотивированы. И видимо умелы. И видимо, как говорится, воюют как надо. А зачем мы себя обманываем? Ты говоришь, прости, но от меня хоть раз слышали? Нет, я от тебя не слышал. Да, не про что раз. Я и говорю. И мало того, все мои собеседники говорят, враг сильный, коварный. Конечно. И люди есть, и оружие есть, и все им дают. Не надо его недооценивать. Абсолютно и хорошо организованность. Ну и чего говорить-то? Да нечего тут уже говорить. Молиться только нужно. Молиться, молиться и еще раз молиться. Все, как завещала любительница Бобров Симоньян. Если серьезно, то две основные линии, которые сейчас пытается прогнуть Кремль. Первая. Это то, что территориями можно будет пожертвовать, если вдруг где припечет. И продать это за сложное решение. На примере с Херсоном. Как они это сделали. Вторая линия. Это то, что враг силен. Людей мало. Нужно идти защищать Родину. Потому что вот видите, враг у ворот. Уже под боком продвигается по России. Почему он там продвигается, где граница под замком? Ну, вы знаете, тут виноватых сейчас сложно будет найти. Расследовать что-то нужно. В Минобороны можно что-то почистить где-то. Где-то еще гаечки подзакрутить. Но вы, россияне, об этом не думаете. Просто идите воевать. Мы вон как раз вам выплаты хотим поднять. А то будет впереди волна мобилизации, а то там все пойдут. Где-то приблизительно такое хочет сейчас донести Кремль среднестатистическому обывателю. Если с территории все плюс-минус ясно, я уверен, что своим они продадут что угодно. То, что касается мобилизации, то тут уже не все так однозначно. Просто для понимания. Мобилизацию Путина навязывают где-то с весны этого года. Вот прям активно. Особенно, когда потери оккупантов перевалили за 30 тысяч людей в месяц. Но диктатор не идет на этот шаг. И вот почему. Во-первых, Путин прекрасно понимает разницу между тем, кто добровольно идет убивать украинцев за деньги, и тем, кого принудительно отправляют воевать. Принудительно отправляемый на войну при первой же возможности что сделает? Правильно. Сдастся в плен. Самый яркий пример это последние дни срочники из Курской области. Представьте себе принудительная мобилизация в России на 300 тысяч людей плюс-минус. И если 10% из этих людей сдается в плен, какой это обменный фонд и какая-то катастрофа для режима Путина. Второй момент. Чем комплектовать мобилизованных? Уже сейчас в российской армии есть дефицит техники в имеющихся подразделениях. Если ко всему этому, допустим, плюс 300-500 тысяч человек. Откуда? Техника для их комплектации. То есть эти люди не смогут выполнять боевые задачи. И будет больше потерь, будет больше сдач в плен. И это тоже катастрофа для режима. Короче, ситуация действительно сложная. Поэтому я сделаю тут такое кольцо. Лукашенко, возможно, сейчас именно поэтому и говорит про мир. Ну, потому что он может это все понимать. Но, как мы видим, Кремлю советы его младшего брата по будущей тюремной камере не нужны. Буду ставить на этом точку. Спасибо вам за просмотр. Традиционно призываю вас сохранять холодный разум и продолжать поддерживать украинские силы обороны. Потому что это действительно есть самым главным сейчас. Продолжение следует...